В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. 1 июля в силу вступили ряд важнейших изменений в законодательстве. Командарь! Счет! Идем! В Академии права и управления отметили выпуск молодых специалистов. 221-14, 121-262, Роман Хритон, по праве остановимся. День госавтоинспекции. Как сотрудники ДПС отмечают профессиональный праздник. В Рязани приостановили деятельность подпольного цеха по производству молочной продукции и про первые итоги единого государственного экзамена. С 1 июля в силу вступил ряд важнейших изменений в законе страны, которые коснулись практически каждого. Повысилась плата за коммуналку, бизнесменов ждут новшества в налоговом кодексе, а для трудящихся увеличился минимальный размер оплаты труда. Обо всех новеллах в законе подробнее расскажет моя коллега Оксана Тебенихина. Суммы в коммунальных платежах, которые мы получим в августе, вырастут в среднем на 4%. Это ниже инфляции и в два раза меньше, чем в 2015 году. Речь идет только о коммунальных ресурсах. Цены на жилищные услуги госрегулированию не подлежат, а устанавливаются управляющими компаниями по согласованию с собственниками жилья. Если расходы на оплату коммунальных и жилищных услуг, а также взносы на капремонт в совокупном доходе семьи превышают 22%, то она имеет право на субсидию. Россия с 1 июля переходит на моторное топливо не ниже экологического пятого класса или Евро-5, стандарт которой регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах. В рознице при продаже бензина и дизеля информация о марке топлива, в том числе об экологическом классе, должна быть размещена в доступном для потребителя месте, в том числе на бензоколонках и в кассовых чеках, полученных на АЗС. Если какой-либо из звеньев, отвечающие за обращение топлива, нарушит тех регламенты, например, начнет продавать Евро-4 под видом Евро-5, то ему грозит штраф. Для юрлиц при повторном нарушении он составляет до миллиона рублей и остановку работы на срок до 90 дней с конфискацией предметов нарушения. Дефициты топлива из-за перехода на Евро-5 не предвещаются, а следовательно, розничные цены не получат дополнительной надбавки за счет этого фактора. МРОД дошел до 7,5 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда повышается почти на 21%. Работодатели всей России не смогут платить сотрудникам меньше этой суммы. Это затронет интересы почти миллиона россиян. Из них 87% трудящихся работают в государственных и муниципальных учреждениях. Увеличением РОД является очередным шагом Минтруда России к повышению минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. Сравнять два этих показателя планируется к 2020 году. Отныне, покупая в магазине алкоголь, мы сможем точно определить, легальный ли он. Все, кто торгует спиртным, должны начать отчитываться о каждом проданном в розницу литре. Для этого магазинам, даже самым небольшим, нужно подключить специальное оборудование, которое будет фиксировать сбыт в единой государственной информационной системе учета производства и оборота спиртного. Коротко говоря, ЕГАИС. В нее уже давно поступают сведения обо всем алкоголе, произведенном на заводах. С начала 2016 года туда также стекается информация о партиях спиртного, поступившего в розничные точки продаж. К ЕГАИС подключено 95% всех розничных точек. Также с 1 июля в России запрещена продажа сигарет в пачках более 20 штук. Большие пачки более привлекательны для покупателей, потому что позволяют сэкономить 10-20% от цены. И, по мнению законодателя, люди от этого больше курят. Продажи сигарет в таких пачках в прошлом году заметно выросли. Теперь этому пришел конец. Медицинскую сферу изменения также коснулись. Карета скорой помощи должна будет приезжать до пациента за 20 минут. Это если речь идет об экстренном случае. Что нового? Во-первых, выездные бригады будут подразделяться на общепрофильные и специализированные. Во-вторых, скорая должна быть в пути не более 20 минут с момента вызова. Но регионам дали возможность уточнять время с учетом местной специфики. В-третьих, изменены требования к штатному расписанию. Отныне в нем не должно быть такой должности, как, например, водитель-фельдшер. Или рулить, или лечить. Кроме того, в бригадах скорой появятся медсестры и санитары. Медицинские услуги скорой помощи остаются бесплатными и доступными всем, кто в них нуждается. В Рязани с 1 июля определенные изменения произошли и в городском движении транспорта. Так, для проведения восстановительных работ закрыли мост на улице Есенина. Капитальный ремонт путепровода планируют сделать за два месяца и открыть по нему движение к первому дню осени. А пока рязанцам стоит быть внимательнее при планировании маршрута в этом районе города. Рязанскую область с рабочей поездкой посетил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Вместе с главой региона Олегом Ковалевым они побывали в Михайловском районе, где проинспектировали несколько объектов социальной сферы. Но в первую очередь участники делегации отправились на Серебрянский цементный завод. Он был открыт в 2013 году. Предприятие является одним из крупнейших по производству стройматериалов, реализуемых на территории Рязанской области. Встреча главы региона и полномочного представителя президента России началась с осмотра территории завода. Далее делегация отправилась на закрытое заседание. После него участники рабочей встречи осмотрели корпус пульта управления предприятия, лаборатории, отдел контроля качества и пообщались с представителями трудового коллектива. Обсуждались вопросы социального обеспечения сотрудников. Второе, что мы обсуждали вопросы дальнейшего развития завода. Там необходимо переводить все-таки с угля на газ, топливо, чтобы печи работали на газе. Тогда чуть пониже будет себестоимость, а значит продукция будет конкурентной. Общий объем инвестиций в строительство предприятия составил более 12 миллиардов рублей. Завод производит цемент сухим способом по новейшим технологиям в соответствии с международными стандартами. Это позволяет существенно увеличить объем выпуска продукции. Это наши отечественные инвестиции, которые были привлечены для создания рабочих мест, прежде всего для увеличения налогооблагаемой базы. Меня порадовал цементный завод в том, что он за три года увеличил несколько раз налоги, которые поступают в местный бюджет и в региональный бюджет. Вопрос импортозамещения по-прежнему остается актуальным. Замещают, уже выпускают цемент на российский рынок. И практически сегодня российский рынок полностью обеспечивается практически на 80% нашими отечественными предприятиями. Два министра Рязанской области на этой неделе покинули свои посты. Губернатор Олег Ковалев предложил министру транспорта и автомобильных дорог региона Евгению Межорину написать заявление об уходе прямо на совещании, где были представлены результаты проверки качества и сроков проведения дорожных работ в регионе. Олег Ковалев высказал резкую критику и в адрес министра ЖКХ Рязанской области Владимира Матюхина за недостаточную проработку программы капитального ремонта на следующий год и предложил ему написать заявление об уходе, что министр и сделал. История про молочные реки в Канищеве получает свое логичное завершение. Подпольный цех по производству молочной продукции закрыли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, в конце мая жители микрорайона, не поверив в сказку про кисельные берега, сообщили в прокуратуру о водоеме молочного цвета. Моя коллега Оксана Тебенихина расскажет об особенностях подпольного производства молочных продуктов подробнее. Сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с полицейскими прибыли на место сразу же после звонка жителей микрорайона Семчина, который обнаружил канаву, наполненную отходами молочного производства. Из молока образовался ни много ни мало целый пруд. Производственная деятельность осуществлялась с привлечением персонала, трех женщин, при использовании оборудования, способного перерабатывать ежедневно тонны молока. Со слов производителя, молоко он закупал у населения близлежащих сел. Объемы внушительные – от 100 до 1500 литров в неделю. Но приобретаемый продукт, а также готовую кисломолочку, производитель на качество не проверял. В ходе проверки в складском помещении цеха в эфрижераторе было обнаружено творог в количестве 360 кг, масло сливочное в количестве 60 кг, масло топленое в количестве 240 кг, сметана в количестве 10 кг, сыра дегейски в количестве 15 кг, кефир в количестве 15 литров. Данная продукция была подготовлена к отправке на реализацию. Упаковка готовой продукции не соответствовала никаким допустимым нормам, да и никакой информации о сроке и условиях хранения не содержала. А Роспотребнадзор в ходе проверки выявил, что продукция представляет реальную опасность для здоровья потребителей. В продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В 19 из 20 смывах, отобранных с технологического оборудования и рук сотрудников, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которые попадают в готовую продукцию и могут привести к возникновению массовых кишечных заболеваний. Сейчас производство закрыто, продукция изъята. Природоохранная прокуратура провела проверку, после которой подготовила материалы для направления в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Пора школьных экзаменов прошла, отгремели выпускные баллы, пришло волнительное для всех абитуриентов время, когда результаты их обучения в школе в виде баллов за ЕГЭ рассматривают приемные комиссии выбранных вузов. О том, как рязанские школьники сдали единый государственный экзамен в этом году, узнала наша съемочная группа. Единый госэкзамен проводился в области в два этапа. Досрочно с 21 марта по 23 апреля экзамены сдали 38 человек. Основной период проходил с 27 мая по 30 июня. ЕГЭ по 13 общообразовательным предметам сдали более 5000 человек. Мы имеем результаты по 5 предметам из 13, сдаваемых на территорию Рязанской области. По остальным 8 предметам результаты придут в течение ближайшей недели, где-то до 2 июля. Хотелось бы отметить, что в целом результаты единого государственного экзамена у нас остались на уровне 2015 года. При этом особо хотелось бы выделить русский язык. Здесь результаты сдачи единого государственного экзамена лучше, чем в прошлые годы, что соответствует общей тенденции по Российской Федерации. Неудовлетворительные результаты получили всего 2% сдающих. Это 77 человек. Для сравнения, в 2015 году двойку до пересдачи имели 100 человек. Среди предметов по выбору средний балл ЕГЭ повысился по литературе, понизился по обществознанию и географии. 44 человека набрали 100 балль на результаты по ЕГЭ. Количество участников единого экзамена, набравших 100 баллов, то есть максимальный результат по русскому языку, в этом году составило 34 человека. В прошлом году это было 20 человек. При этом хотелось бы отметить, что и количество недовлетворительных оценок в этом году тоже меньше, чем в прошлые годы. В этом году для сдачи ЕГЭ было сформировано 30 пунктов проведения экзамена. Во всех из них велось видеонаблюдение. Пять из них стали экспериментальными. Печать контрольно-измерительных и сканирование экзаменационных материалов проходило прямо в аудиториях. Тем, кто не прошел испытаний в этом году, пересдать ЕГЭ возможно только в следующем. Для этого им нужно будет до 1 февраля подать соответствующее заявление. Российские автоинспекторы в эти дни отмечают свой профессиональный праздник. Как правило, многие автолюбители забывают, что за строгим черно-белым жезлом скрывается нечто большее, чем просто желание наказать нарушителя штрафом. При любой непогоде, в любое время суток представители этой не самой легкой профессии следят за безопасным движением на дорогах ради жизни тех, кто в автомобиле и тех, кто на тротуарах. Торжественная церемония, посвященная 80-летию со дня создания Госавтоинспекции МВД России, началась с выноса знамени. Все руководители в своих поздравительных выступлениях отметили ключевое значение Госавтоинспекции в обеспечении общественного порядка, важности и непростой характер задач, стоящей перед сотрудниками службы ГИБДД. Отличительная особенность праздника автоинспекторов заключается в том, что и этот день они проводят на своих рабочих местах. Даже перед патрульной машиной рязанцы иногда могут нарушать правила дорожного движения. По словам автоинспекторов, граждане стараются так не делать. Чаще всего это происходит случайно, если водитель торопится и сам того не желая забывается. В целом дисциплина у горожан существует, но некоторые правила людям приходится все же напоминать, буквально показывая пальцем статьи в первоисточнике, как водителям, так и пешеходам. Но даже в случае, если горожане нарушают правила, не всегда их диалог с автоинспекторами может завершиться штрафом. Сотрудники ДПС иногда выносят только лишь предупреждение. Поэтому даже остановка автомобиля госавтоинспекторами многих водителей совсем не пугает. Абсолютно не пугает, потому что у нас ушла коррупция полностью. И те вопросы и правонарушения, которые совершают наши граждане, они фиксируются на камеры в городе, естественно, и нам дают определенные благи. И о благе в том, что мы можем очень быстро платить штрафы, если вдруг совершили какое-то преступление. Ну и, естественно, они очень лояльно относятся к нам, как к простым гражданам, если мы осознаем на месте свои ошибки и приносим извинения. Водители отмечают, что сотрудники ДПС по максимуму стараются обеспечить безопасность на дорогах и очень ответственно относятся к своей работе. Поэтому горожане с уважением относятся к автоинспекторам. И как нам удалось услышать, к камерам фото-видео фиксации. Они не так давно стали появляться в нашем городе, но уже сейчас Рязань может похвастаться целой сетью дорожных камер. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений начал действовать в нашем регионе с 2011 года. Участки, где осуществляется установка данных камер, мы проводим анализ аварийности данных участков, где произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, где пострадали и погибли люди. Что происходит после того, как видеокамера засекла машину, мчащуюся на большой скорости? Как ни странно, но почти полностью автоматизированная система не выпишет ни одного штрафа без помощи человека. В день сотрудники центра обрабатывают до 8 тысяч таких нарушений и выносят по ним постановления, которые в будущем могут быть обжалованы. Поэтому здесь работает целый отдел по рассмотрению таких обращений. Эти стопки бумаг – жалобы обращения граждан и организаций, приходящих сюда со всей России. Примерно такой объем документов обрабатывают в день сотрудники этого отдела. Безопасность на дороге нужно организовывать и самим водителям. Тогда и праздник на дорогах города для госавтоинспекторов будет случаться чаще, чем один раз в году. Как это принято в день ГИБДД, который отмечается в нашей стране 3 июля. Ведь даже пожелания самих водителей в преддверии этого праздника говорят о том, что безопасность на дорогах зависит только от самих автовладельцев. Поздравляю сотрудников ДПС с праздником и желаю им терпения. И в принципе, чтобы поменьше было случаев нарушения и, соответственно, спокойных водителей и спокойной обстановки. И еще один праздник отметили люди в погонах. В Академии права и управления прошел выпуск молодых специалистов. На плечах еще вчерашних курсантов появились самые первые звездочки. Поэтому торжество кажется особенно трогательным. Почему молодые люди выбрали небеззаботную суденческую жизнь, отберцы, марш-броски и ежедневные построения в течение пяти лет, узнала Марина Комиссарова. Выпускные ведомственных вузов всегда отличаются особой торжественностью и красотой. Молодые люди и девушки, выбравшие юность в сапогах, сегодня получили дипломы и офицерские погоны в самом сердце нашего города, в Рязанском Кремле. К этому моменту каждый из них шел долгих и одновременно мимолетных пять лет. Строевые и марш-броски, наряды и сборы в загородном учебном центре в любую погоду – зной, дождь или мороз. Мальчики и девочки в форме в СИН выдержали все, что подготовила им Академия. Ради вот этой минуты, когда к ним на плечи опустились офицерские звездочки. Под жарким июльским небом сегодня они проходят строй в последний раз, выполняя традиционные для выпускников Академии ритуалы. Прощаются со знаменем, расписываются на денежных купюрах младшекурсников, тем самым передавая эстафетную палочку следующей смене. С особыми, ни с чем не сравнимыми эмоциями подкидывают вверх монеты – знак бескорыстия и на удачу. Не скрывают вчерашние курсанты улыбок на лицах. Долгожданный рубеж пройден, теперь каждый отправится по месту службы. Но годы в Академии навсегда связали сокурсников. Понять это могут лишь те, кто прошел вместе огонь и воду. Этот момент мы ждали пять лет, как сами представлять, как мы можем ждать. Мы прямо в предвкушении вот этого праздника, чтобы поскорее уже выпуститься, работать. Вузов, которые готовят специалистов для уголовно-исправительной системы, в России восемь. Но Академия ФСИН в Рязани по праву занимает среди них лидирующую позицию. Это из года в год подтверждают как выпускники-специалисты, востребованные в учреждениях по всей стране, так и сумасшедший конкурс при поступлении. У нас есть своя специфика. Вот даже, казалось бы, такая профессия, как бухгалтер, да? Она общая, да, профессия? И было время, мы ее, так скажем, немножко сузили, количество выпускаемых. Эти бухгалтеров, о чем сейчас мы пожалели, потому что есть своя именно особенность, именно специфика нашей уголовно-исправительной системы. Родственники плачут и обнимают счастливых выпускников. Каждый лейтенант – настоящая гордость для своей семьи. Торжественная церемония подошла к концу, но для молодых офицеров выпускной только начинается. Впереди сегодня еще немало традиций и ритуалов, которые им предстоит выполнить уже в неформальной обстановке. Среди туристических направлений в скором времени вновь может появиться Турция. Президент России Владимир Путин заявил, что административные ограничения на поездки россиян в Турцию нужно снять. Появится ли у рязанцев шанс успеть отдохнуть этим летом на берегу любимой страны российского туриста, узнавала Оксана Тебенихина. После печального события, связанного с крушением военного самолета России Су-24, произошедшего на границе Турции и Сирии, народные депутаты Государственной Думы Российской Федерации выступили за незамедлительное прекращение авиаполетов между турецким и российским государствами. Этот запрет авиасообщения действует и по сей день. На днях президент Турции Эрдоган принес президенту России Владимиру Путину извинения за сбитый самолет. В послании Путину Эрдоган выразил заинтересованность в урегулировании ситуации. В первую очередь этой новости обрадовались любители отельного отдыха. В связи с закрытием Турции, туроператоры вложились в другие направления. Поэтому, если откроют Турцию, соответственно, российские туристы захотят вернуться на популярные турецкие курорты. И операторы опять понесут потери, так как деньги вложены в другие направления. До запрета на Турцию приходилось примерно 30% выездного потока – около 2,5 миллионов человек в год. Если запрет на продажу путевок для туроператоров будет снят, поток может быть сформирован в течение ближайших месяцев. Из-за снижения покупательской способности россияне стали все чаще планировать поездки за короткое время до отпуска. Турция может стать одним из направлений срочного выбора. Поток восстановится, потому что сейчас многие приходят и спрашивают, открыли ли Турцию, возможно ли туда поехать. Но поехать, если только самостоятельно, забронировать отель на Букинге и авиаперелет. Потому что туроператоры чартера в этом году не ставят. По мнению экспертов, если запрет будет снят в июле, первые продажи сформируются за два месяца. А полностью поток восстановится в следующем сезоне. Ведь у туристов сложилось впечатление, что там опасно. И тренд на путешествие по России уже набрал колоссальные обороты. Москва ожидает, что власти Турции примут меры, чтобы обеспечить безопасность россиян в этой стране. Популярное шоу «Бегущий косарь» побывало и в Рязани. Суть программы проста. Ведущий выбегает на улицы города, прихватив с собой охапку тысячных купюр. Подбегая к самому обычному прохожему, он задает ему вопрос. И если ответ верный, тот человек получает банкноту. Если он отвечает неправильно или слишком медленно, то ему остается только наблюдать, как сверкают пятки ведущего. Наши земляки смогли попытать удачу. Популярная программа «Бегущий косарь» доехала до нашего города. Теперь рязанцы за правильный ответ... Девушка, скажите, пожалуйста, закончите фразу. Известное выражение. Жить на широкую... Ногу. Тысяча рублей ваша. Спасибо. Как у вас здесь в Рязани? Замечательно. Погода классная. Рязань замечательный город. Ты кого снимаете, скажите? Мы работаем на телевидении, телекомпании «Город». Вау, супер. Ладно, мы бежим дальше. Хорошего вам дня. Спасибо. Как своими знаниями заработать тысячу рублей всего за несколько секунд, показывает в своем шоу «Бегущий косарь» ловкий и быстрый, а главное эрудированный ее ведущий Алексей Жиров. Телезрители смотрят его на телеканале «Чей». Всего за год существования программа завоевала неподдельный интерес и большую популярность. Ведь нечасто можно встретить на улицах города человека, который задает несложные вопросы и за правильный ответ дарит деньги. Вы знаете, основная цель поднять настроение человеку. Вот он идет в каких-то будничных заботах по городу, я не знаю, с работы на работу или гуляет с ребенком. Мы подбегаем, задаем вопрос. И здесь даже дело не в том, что мы раздаем эти тысячи, а дело просто в том, что настроение у него поднимается. Вот основная цель этой программы. Это шоу по-настоящему встряска для отстраненных и унылых прохожих, которые не ожидают каверзных вопросов и уж тем более денежных подарков. Правда, рязанцы оправдали все ожидания. Ведущего встречали радостно, на вопрос отвечали охотно и чаще всего правильно. Пока прошел только первый этап, мы здесь собираемся провести три программы, то есть раздадим порядка 120 тысяч рублей жителям Рязани. Пока все супер, 15 человек где-то опросили, и ребята не подводят интеллектуальный уровень рязанцев вполне себе. Продолжите, пожалуйста, вот фразу. Смерш – это сокращенно смерть. Тысяча рублей ваша. Неожиданно. Я думал, туристы ходят, отдыхают. Вы доволен, что больше туристов? Да, могу поделиться. Какой у вас был вопрос и как вы на него ответили? Нужно было продолжить фразу в 30-м, в 39-м царстве, в 30-м государстве. Мы немножко забыли. Вам надо закончить известное выражение. Хватит, хватит, морочит. Тысяча рублей важны. Обалдеть просто, неожиданно. Я тут еще, у меня недавно была трагедия, потеряла тысячу. И тут она ко мне привернулась. У меня был вопрос продолжить скороговорку. Если в доме есть морковь, что-то там, значит, любовь будет. Ну, предположите. Кто? Не Крылов. Нет. Это Крылов. Иван Андреевич Крылов. Абсолютно правильно. Тысяча рублей ваша. Девушки. Читайте российскую классику. Главный вопрос. На что потратите тысячу рублей? Ну, поскольку я все-таки занимаюсь русскими литературой, думаю как раз-таки на книгу. Ну да. Скорее всего на книгу. Было ли там золото древних богов, действительно там золото? Я сказала, да. На что потратите тысячу рублей? Тысячу? Ну, просто вот погуляю по городу и так вот раз налево-направо и все. В нашем городе тем более можно где-то потратить тысячу. В общей сложности ведущий программы пробежал 7,5 километров и потратил около тысячи калорий. А рязанцы стали богаче на 40 тысяч рублей. Кстати, филологи предполагают, что слово «косарь» впервые появилось в 20-е годы прошлого века. Тогда были выпущены ассигнации номиналом в одну тысячу рублей, надпись на которых была сделана по косой. Отсюда и название «косая» или «косарь». Подобные купюры уже давно изъяты из оборота, аж организм прижился и остался. И это несмотря на то, что в советское время деньги подобного номинала практически не ходили. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok